В эфире новости в студии Елена Солонина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Смотрите. Обыски в оккупированном Крыму. Кому на этот раз пришли ФСБшники? Больше 70 политзаключенных. Что знают украинцы о репрессиях в Крыму? Рейтинг «Зеленого патруля». Грязный Севастополь в конце списка. В пригороде оккупированного Симферополя в Советском районе пророссийские силовики провели обыск в доме Ибраима Османова. Искали наркотики, говорят в организации «Крымская солидарность». Ибраим, член регионального Меджлиса, и регулярно посещал заседание оккупационного суда над крымско-татарскими активистами. Во время обыска его не было дома. Постановление выписали на сына Ибраима Рустема и увезли парня в полицию Симферополя. Однако вскоре отпустили. Кроме семьи Османова, силовики провели обыски также в двух соседних домах. «Ворвались. Начало 8-го, минут 15, минут 8-го. Маски шоу. Масках все. Сначала ко мне в спальню забежали. На пол, короче, хотели положить. Я говорю, нет. Я была в этом сану, в ночном во всем. Он, правда, не подчинился. Резашку маловоку в 18 лет. Тоже кто такой. Его тоже взяли. Потом побежали туда в спальню, там, где дитё маленькое спит. Но они, правда, культурно вроде как сделали. Фонариком посветили, и всё. Тут дети и завернули. А туда ещё взяли, спал Рустем, от которого забрали. Он там спал, они его влетели, тут в трусах. Забрали его. Он говорит, да дай что-нибудь одеть. Я считаю, что сейчас началась новая волна исследований Крымских статан. И для того, чтобы уже применять к ним репрессии, будут использовать различные способы. В том числе с подбрасыванием оружия, как это было у Асана Чапуха. Наркотиков, боеприпасов, запрещенной литературы, ещё чего-нибудь будет. В аннексированном Симферополе на заседании по делу 26 февраля защите удалось добиться просмотра видеозаписи с митинга. На ней якобы сторона обвинения увидела фигурантов этого дела. Но во время просмотра прокурор так и не смог указать, где именно на видео они находятся. Об этом рассказал адвокат Эдем Семидляев. Также на этом заседании допросили одного из обвиняемых. И судья предложил дать показания Кантемирову, на что он согласился. И сегодня мы слушали показания Кантемирова. Он пояснил, что действительно было у него несколько конфликтов с участниками митинга, в результате которого была драка. Во втором случае он единственное, что сделал, ударил по шапке, избил шапку. В никаких массовых беспорядках он не участвовал. Митинг пришёл поддержать крымских татар. И в принципе всё. Рустему Османову из Бахчисарая, которого вчера задержали пророссийские силовики, суд выписал штраф в 10 тысяч рублей. В материалах дела написано, что Рустем и другие активисты якобы препятствовали проезду машин и движению пешехода во время обыска в доме Сейдомета Мустафаева. Защита не намерена мириться с решением оккупационной эфемиды и планирует подавать апелляции. А в дальнейшем хотят обратиться и в Европейский суд по правам человека. Фактически вина его не доказана. Рапорта сотрудников полиции, свидетельские показания всё тех же людей, которые были до этого в других административных делах. Ну и получается, вот человека обвинили фактически в том, что он не совершал. То есть нарушил закон, судья узрел, что нарушил закон. Ну и как бы смягчающее обстоятельство, то, что на издевение двух детей, то, что не работает, 10 тысяч. Аннексия и бесправие или начало конца империи. В Киеве эксперты и политики обсудили, как можно повлиять на Россию, которая запустила репрессивную машину в оккупированном Крыму. Детали в сюжете Руслана Халапова. Знаете ли вы о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму в этой политзаключённой? Нет, я не слышал такого. Тоже не слышали? Я не знаю. Ну, конечно, конечно. Так отвечают киевляне на вопрос о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. По последним данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, только за три месяца на полуострове арестовали 49 крымских татар. И это несмотря на то, что международное сообщество осуждает такие действия оккупационного режима в Крыму. Не имеет права делать оккупационную державу, оккупирующую территорию. Она не имеет права переселять, депортировать жителей оккупированной территории и заселять оккупированную территорию своими гражданами. Не имеет права применять собственное законодательство, должен применять законодательство той страны, чьей территорию оккупировала. Не имеет права призывать жителей оккупированной территории своей армии и многое другое. Несмотря на все это, Мустафа Джемилев считает, пока полуостров оккупирован россиянами, помочь или защитить там права людей невозможно. Спасение крымчане видят в переезде на материковую часть Украины. Но и здесь вынужденные переселенцы сталкиваются с нарушением своих прав. Дуже много проблем в частині паспортизації, дефектів, которые связаны с тем, что эти органы признают как бы то гражданство Российской Федерации в Крыму. И обязывают дать гражданам Украины документы, которые подтверждают, что они не имеют гражданства Российской Федерации, несмотря на то, что законодательство Украины установило, что гражданство Российской Федерации в Крыму не признается. Реакция международного общества на репрессии Кремля в Крыму негативна, но не настолько сильна, чтобы остановить их, говорит президент Центра глобалистики Стратегия-21 Михаил Гончар. Он считает, репрессии – один из компонентов стратегии России, чтобы зачистить полуостров от ненадежных людей. Россия не остановит этот маховик репрессий, а вот же его необходимо остановить. Остановить чинным режимом санкций, в том вигляді, в котором он есть, это недостаточно, он не работает. Нужно проведение более жесткого санкционного режима против России, режима, который битит по основных больных точках, по Хиллесовой пятой России. А таким є енергетичний сектор Росії, який, власне кажучи, своим функціонуванням забезпечує надходження необхідних фінансових ресурсів. Также на конференції обсудили информационну реінтеграцію полуострова. По словам экспертов, российская пропаганда лишила крымчан доступа к альтернативным СМИ. Именно из-за этого не все местные жители полуострова знают о том, как часто нарушают права их соотечественников в аннексированном Крыму. Руслан Халапов, Сергей Макроусов, Новости, ЮАКрым. Прокуратура Автономной Республики Крым направила в Международный уголовный суд три письма. Все по нарушению гуманитарного права в оккупированном Крыму. В двух письмах речь идет о нарушениях прав собственности. Третье посвящено принудительному выдворению граждан Украины с временно оккупированной территории. По данным прокуратуры, российская власть в Крыму национализировала более 4000 украинских предприятий. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, оккупанты уже нанесли этим ущерб на более чем 1 триллион гривен. Кроме этого, прокурор Автономной Республики Крым Гюндус Мамедов говорит, проинформировал Международный суд об изменении демографической ситуации в Крыму. По его словам, это происходит из-за того, что пророссийская власть заселяет полуостров жителями из российских областей. Кроме этого, Мамедов рассказал о военных преступлениях в Крыму. В соответствии с нормой международного права, частная собственность, имущество церковных общин, благотворительных, общеобразовательных и научных учреждений не подлежат конфискации. Это и есть тяжкое преступление. Это и есть военное преступление. Украина планирует привлечь страны черноморского сотрудничества для совместного расследования дела Керченского моста. Об этом заявил Юрий Луценко на брифинге прокуратуры Автономной Республики Крым. По словам Луценко, экологическая катастрофа из-за строительства моста может повлиять на другие страны, омываемые Черным морем. Экологическая экспертиза, и в разе, если она даст результаты, подтвердить имоверность экологической катастрофы, мы планируем вернуться до страны черноморского сотрудничества, это Болгарии, Грузии, Румунии и Турецкой республики, с предложением создания в рамках Европейской конвенции по взаимодопомоге в криминальных справах спільной исследовательной группы для проведения досудового следствия, а потом и судового следствия щодо будильного этого моста. Оккупированный Севастополь попал в десятку самых загрязненных регионов соседней России. К такому выводу пришли составители рейтинга из российской общественной организации «Зеленый патруль». Город занял 81-е место из 85 регионов соседней федерации. Последнее место в рейтинге досталось Челябинской области. Сыграли это свалки, большое количество несанкционированных свалок у нас из больше 400, отсутствие мусороперерабатывающего завода. Громадский полигон, который переполнен, и большая загрязненность воздуха. Загрязненность воздуха у нас в последнее время увеличилась, потому что резко увеличилось после 2014 года количество машин. Россияне приехали нас со своими машинами. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Елена Солонина. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮАК Рым в фейсбук. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин